Всем привет, уважаемые друзья! Еще одно видео интересное нашел. Я хочу вам зачитать. Где поселяются раи? Такая интересная статейка. Называется «Незваные гости. 1962 год. Пчеловодство номер 7». Читаем. Когда Устименко вернулась с работы и открыла в квартиру, ее охватил страх. Дом был полон пчел. Откуда они взялись? Ведь окна и двери дома были плотно закрыты. Выяснилось, что Рой с маткой сел на трубу и через дымоход и плитку проник в комнату. Здесь он привился на спинку стула. От сажи все пчелы были черными, как трубочисты. Соседи помогли собрать Рой и посадить в Улик. Семья отстроила гнездо, заготовила себе корм на зиму, перезимовала и сейчас хорошо работает. Интересно, что пчелы привились в таком неподходящем месте? Ведь кругом растут деревья и кусты. Вот такая вот маленькая статейка, друзья. Так что не удивляйтесь, если в вашем доме появятся Рои, то это будет вам прибавка. Еще небольшие статейки. Называется «На эстакаде». Это произошло зимой 1961 года. На нижний склад Шаиновского леспромхоза Холм Ширковского района доставили цепь с лесом. Когда лес выгрузили на эстакаду, его начали раскрежевывать. Распиловщик Виктор Сорокин. И вдруг электрическая пила остановилась. Сорокин хотел ее вытащить, но не мог. Цепь пилы увязла в меду. В дупле «Гнездо пчел» решил лесоруб и прислушался. Да, он не ошибся. Сорокин осторожно выпилил из кряжа драгоценный кусок и привез его домой. Пчелы в нем успешно прожили до весны, а после их облета лесоруб пересадил семью вместе с сотами в улей. Пчелы хорошо прижились. Ну и еще одна информация небольшая. Называется «Пчелы-контрабандисты». Во время Второй мировой войны один итальянец, живший недалеко от швейцарской границы, хотел продать 80 килограммов меда своему соседу, проживавшему на территории Швейцарии. Однако по законам военного времени экспорт из Италии был запрещен. Выход был найден. «Итальянец разложил свой мед в лесу около границы, а швейцарец поставил свои уля с пчелами на расстоянии одного километра от границы. И через несколько дней пчелы, не знающие границ, перенесли весь мед покупателю». Вот такая вот информация, друзья. Весьма интересная информация. Я думаю, она вам понравилась. И также немножко зачитаем тему, отвечаем на вопросы. «Вопрос. Нужно ли делать литок в верхнем корпусе при двухкорпусном содержании пчелиных семей?» «Ответ. Литок во втором корпусе необходим. Он облегчает лед пчел во время главного взятка, особенно бурного, и улучшает вентиляцию уля. Открывать литок во втором корпусе надо незадолго до начала главного взятка, чтобы приучить пчел летать в него». «Вопрос. Можно ли опрыскивать фруктовые деревья медным купоросом без ущерба для пасеки, размещенной в этом же саду?» «Ответ. Чтобы не причинить вреда пчелам, опрыскивать деревья ядохимикатами надо до или после их цветения. Эту работу проводят рано утром до начала лета пчел. На время опрыскивания улья, а особенно литки и прилетные доски, надо чем-нибудь прикрыть». «Читаем далее. «Вопрос. Как приготовить козеиновую протокислоту для подкормки пчел, о которой сообщалась в статье?» «Тут в журнале написано за 1961 год номер 11». «Ответ. Перерабатывать обезжиренное молоко, протокислоту целесообразно лишь в заводских условиях. Можно рекомендовать скармливать пчелам снятое молоко, которое они хорошо усваивают, значительно увеличивая выращивание расплода. Для подкормки пчел приготовляют сахарный сироп в пропорции. На 1 литр воды 2 кг сахара. Перед раздачей в ульи к 1 литру теплого сиропа добавляют стакан молока. В дальнейшем, если пчелы хорошо забирают корм, количество молока постепенно увеличивают до 2 стаканов на 1 литр сиропа. Корм давать надо через день по 200-400 граммов на семью. Это имеется в виду, если в природе не хватает пыльцы, не хватает перги для пчел. «Вопрос. Как правильно закрепить и разделить на решетку ульи?» «Ответ. Способ закрепления зависит от цели, для которой решетка предназначена. Если разделить корпуса, то ее закрепляют в поперечной перегородке. Для того, в центре этой перегородки вырезают окно по величине немного меньше, чем сама решетка. И с помощью тонких планок прибивают ее по краям. Ну, в то время решетки были нестандартные. Вот. И поэтому советовалось делать по центру. А если вы делали, так сказать, разделить, как говорится, диафрагму, то там делалась решетка то же самое по центру. «Вопрос. Распечатывая соты, для откачки меда я обнаружил матку, случайно оставшуюся на соте. Можно ли быстро определить, с какой семьи эта матка?» Можно. По поведению пчел улитка. Для этого надо сразу же осмотреть прилетные доски улев, из которых отбирали мед. Если на одной из них и передней стенке улев вы заметили суетливо бегающих пчел, как бы разыскивающих что-то, то это и будет та самая семья. Матку, которую не несли вместе с медовыми сотами. Да, это правильный ответ. Я практически семей, которых отбирал маток, они всегда через два часа видно, они прям суетятся, ищут кого-то. Туда можно даже подставить любую матку. Они примут. «Вопрос. Для увеличения количества расплода я хочу подкормить пчел с сахарным сиропом с кобальтом. Прошу сообщить, пригодны ли для этой цели таблетки, содержащие 0,04 грамма хлористого кобальта и 0,96 грамма хлористого натрия. В какой пропорции растворять эти таблетки? Указанные таблетки применять можно, так как оба вещества, входящие в их состав, стимулируют выращивание расплода. На 1 литр сиропа добавляют 2 мг хлористого кобальта. Следовательно, растворить надо приблизительно пол таблетки на ведро с сахарного сиропа. «Вопрос. Верно ли, что при использовании роевых маточников семья роится больше, а при использовании свящевых роение на пасеке уменьшается?» Ответ. Мнение о том, что роевые семья увеличатся при роевом выводе маток, практика не подтверждается. Если пасеки, на которых маток никогда искусственно не выводили, и наоборот, на которых используются матки только искусственного вывода, и тем не менее, особой разницы в роевые семья не замечены. Роение, главным образом, определяется породой пчел и условиями их содержания. Но зачастую все пчеловоды, и я в том числе, придерживаюсь того мнения, что из практики своей, что матки, которые вышли с роями, они более склонны к рейливости. «Вопрос. На моей пасеке есть одна семья, от которой я хотел бы получить маток. В каком случае пчелы примут ее личинок на маточное воспитание?» Ответ. Пчелы могут принять личинку и вырастить из нее матку в двух случаях. Если в семье отобрать матку, и второй случай, если семья в это время закладывает роевые маточники. На способности пчел выращивать маток из молодых пчелинных личинок основан и искусственный вывод, при котором личинок переносят подготовленные восковые мисочки. «Чтобы пчелу приняли большее число личинок, их дают в гнездо через 30-40 минут после отбора матки. Когда пчелы почувствуют ее отсутствие, приступят к закладке маточников». Ну, это, как говорится, старинные распространенные методы. Сейчас уже есть разные никоты и тому подобное, где матка засевает, и можно подставить опыт старинный, так сказать. Но он тоже работает. «Вопрос. Я считаю, что пчелы запечатывают медовые ячейки тем воском, который есть на сотах. Именно поэтому на светлом соте печатка меда белая, а на темном – темная. Сосед же мой утверждает, что для печатки меда пчелы пользуются свежевыделенным воском. Кто из нас прав? Пчелы запечатывают медовые ячейки любым воском, который есть в их распоряжении». Вот такой ответ, друзья. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ждем ваших комментариев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!